Новогодний волшебник У нас Дедушка Мороз в гостях Он потом будет занят, к детишкам побежит А вот 15 декабря у него есть утром время Он забежал в Утро ТВ И вместе с ним он захватил Почти Снегурочку Елену Балаеву, исполнительного продюсера Центра Событий Доброе утро Мы говорим сегодня о Европейском Рождестве Правда, в столице Урала Чем обусловлено вот это желание Праздновать Европейское Рождество Но все мы смотрим фильмы И нам хочется быть в сказке И в фильмах часто показывают Европейское красивое атмосферное Рождество Которое нам бы тоже хотелось Много декора Украшения дома, венки Олени, печенье Но у нас почему-то не Санта Все-таки наш отечественный Дедушка Мороз Вы все-таки совмещаете традиции Да, конечно, мы совмещаем традиции И хотелось бы Нашего дедушки Мороза узнать Как он вообще относится к тому Что у нас празднует Рождество на Урале Ну, Урал это вообще граница Между Европой и Азией Поэтому нам свойственно Праздновать и по-европейски И по-русски Так что я за любые традиции Рождества Как Нового года Елена, чем схожи? Вот различия мы понимаем Да, в декоре мы не так Внешнюю сторону А чем схожи традиции европейские И традиции российские, уральские? Ну, во-первых, это украшение дома То есть перед Новым годом И Рождеством мы все украшаем дом Ставим елку Украшаем ее красивыми шариками И при этом собираемся всей семьей Дарим подарки друг другу То есть все уже перед Новым годом Покупают, выбирают Ну вот смотрите, не знаю Вот у вас или у Деда Мороза Хотела уточнить Вот российская традиция современная Европейская традиция современная Писать письма там Деду Морозу, Санта-Клаусу Она и там, и там есть? Ну, в принципе Конечно, я от всех получаю письма Представляете, из Европы приходят Прямо мне приходят, пишут Санта-Клаус Я не обижаюсь Я всегда детишкам готов подарки сделать Так Наш дедушка готов из Санта-Клауса Из Санта-Клауса Ну, ему там олени прилетают из Европы И наш дедушка отправляет наши там, не знаю, сувениры Наверное, так получается Давайте с вами расскажем Где мы и как сможем увидеть европейскую елку Да, где? Как? Европейскую елку в этом году мы увидим В Центре развития дизайна Это на плотинке Есть здание очень красивое, старинное Это новая площадка для такого празднования И пройдет мероприятие Новогодний фестиваль Рождество в городе Так, что там будет? Там будет очень много всего Это семейный формат Отличается от наших стандартных елочек Тем, что можно прийти всей семьей То есть привезти и папу, и маму И никому не будет скучно Будут и творческие новогодние мастер-классы И для детей, и для взрослых Мамы могут задать вопросы бьюти-мастерам Узнать о красоте Что-то новое Папы смогут поиграть в интеллектуальные игры Второго-то числа, ух, папа поиграет Нужно ли папе там надевать пирата Маму восточную красавицу, дочку-снежинку А мальчика как одевать? Дресс-кода нет, но если наши гости придут в красивых костюмах Мы, конечно же, будем рады Где Снегурочка? Снегурочка Она, ее вообще у вас в вашем европейском сказочном мире не будет? Или она все-таки есть? Ну вы представляете себе Я в середине декабря сорвался, бросил все свои дела Все вот письма детские перестал читать И приехал сюда На какое хозяйство твое все зимние, этого ставлю Вот там у меня Снегурочка со снеговиками Перебирают письма, готовят подарки Расскажите, пожалуйста, а вот что касается детей Свердловской области Вы уже все письма получили? Забрали там с балконов, из морозилок? Все, кто письма свои послал, все письма уже прочитал А вот есть еще детки, которые вот не решили, какие подарочки И вот письма мне еще не прислали Поэтому, ребятки, давайте быстрее присылайте свои письма Мы со Снегурочкой, со снеговиками, со всеми моими волшебными помощниками Прочитаем и подготовимся как следует Ребята, у вас еще есть две недельки, Дедушка Мороз еще пока ждет Давайте быстро, кто не написал письма, еще пишите Без ошибок, пожалуйста, пишите Всяк пишите Дедушка Мороз в этом году очень добрый Так, то есть Европейское Рождество пройдет в Екатеринбурге Со 2-го, родители сосредоточьтесь уже, со 2-го по 8-й января В Уральском центре развития дизайна Три этажа музея вместят более 50 самых разных площадок, друзья И необычных развлечений Как вы видите себе такого типичного посетителя? Это семья с детьми, семья без детей? Дети какого возраста? Родители там, постарше, помоложе? Для кого это мероприятие? Это мероприятие для всех Мы ждем гостей от 0, а плюс То есть можно прийти с малышами, со всем И, конечно же, рассчитываем на то, что будут гости вместе Целой семьей То есть обязательно возьмут папу Потому что мы очень много работаем И хочется, чтобы в этот день и в эти новогодние каникулы У людей была возможность провести весело и развлечься всей семьей А вот расскажите, обычно елка это как спектакль, да? Как какое-то представление приглашают к определенному часу У вас формат немножко другой То есть не ждать того, что все сядут на рядочки и будут смотреть сказку Такого не будет Нет, это новогодний фестиваль Время у нас работы с фестивалем с 12 до 8 вечера Но можно приходить в любое время И, в принципе, гости ничего не пропустят У нас программа сформирована таким образом Что площадки работают индивидуально все время И при этом будет еще спектакль Музыкальная сказка Это секрет хрустального шара, который мы специально подготовили для наших гостей Она будет идти три раза То есть у гостей будет шанс увидеть Друзья, позвольте мне от имени моего, от имени Анны, надеюсь, поблагодарить Елену Балаеву Нашу снегурочку сегодня студийную И, конечно же, поблагодарить доброго дедушку Мороза, который нашел время Да, в самый свой горячий период приехать к нам в студию Спасибо, дедушка Мороз Мы тебе тоже желаем здоровья и счастья и новогоднего настроения Ну а нашим зрителям мы напоминаем, что в Екатеринбурге со 2 по 8 января В Уральском центре развития дизайна пройдет фестиваль Рождество в городе Билеты на этот фестиваль, кстати, мы разыгрываем в Утро ТВ Следите за нашими эфирами, у вас будет шанс попасть на это замечательное мероприятие И где отбивка? Продолжаем наш эфир, расскажите нам, пожалуйста, сколько стоит билетик и как его можно купить? Купить его можно в кассах города или на сайте елки в центре РФ А подарки дарить будут? Подарки у нас предусмотрены, но не новогодние конфетные Ну то есть какие-то... Ну то есть это фотосессия семейная, можно будет делать, получить фотографию на память Вот, а имбирного оленя у Деда Мороза можно будет выиграть? Ну, только если... Хорошо, хорошо тебя вел Если с собой принесешь, Дед Мороз вручит имбирного оленя Для тех, кто еще не сориентировался, подскажите, где в Екатеринбурге расположен тот самый Уральский центр развития дизайна, где это все будет присутствовать? Это Горького 4А Самый центр? Да, самый центр И самое главное, что хотелось бы отметить, что дети у нас до 150 сантиметров идут бесплатно То есть там будет такая штучка, да? Да, будет склон Ну и на всякий случай нам, как папам и мамам, все-таки уточните, где можно купить билет? Можно купить в кассах города, это кассируру, ГЗК, городские зрелищные кассы в торговых центрах Ну и на сайте через нашу группу или сайт елки в центре РФ Большое вам спасибо, наш программа продолжается, сейчас прервемся на пару минут рекламы, а потом продолжим